мужчина и знает и женщина значит надо что-то сделать но если мы работаем на уровне только поведение надо что-то делать не заглядывая на уровень чувствования уровней мотивный уровней смыслов да то есть если мы хотим что-то физически делать потому какое мое предназначение это значит что я должен делать у нас не что я должен делать а какими должен быть даже когда ты пьяный то не надо думать что делать но сама делается вон или да точно также когда ты счастливы она сама делается почему потому что идет энергетика на самом деле поток не так идет поток идет так и через все чакры излучается на ее физически тело сама делает движется эмоции сами чувствуется pertin corner те который ты хочешь ну приятный почему во-первых ты правильные вещи делаешь вот так ты в плавном состоянии делаешь на потанцевала и только потом побежала совсем другом состоянии бежался вопрос не как бежать а какое состояние войти туда как бежать сама придет поняли да и точно также с предназначением в один нужное состояние и какое твое предназначение сама придет и дело жизни придет чем чем на проект какой придет и что конкретно сейчас надо делать чтобы счастливиться прямо здесь и сейчас поняли идею так вот это как бы основные потребности но есть еще душевные потребности то что находится тоже в душе духовность и душевность духовность это для мира, а душевность это для самого себя. Но я не буду говорить о физических потребностях, тех, которые мы хотим делать. Но я буду хотеть тем, то не удовлетворив, что мы будем чувствовать себя плохо. Мужчина не будет чувствовать себя мужчиной. Я буду говорить уже о конкретно мужском предназначении, женском предназначении. Предназначение это удовлетворение своих потребностей. Но они так заточены, что если ты удовлетворяешь свои, то ты удовлетворяешь и окружающих, и мир. Творец все классно придумал Осознание уже в это приводит в состояние счастливости Блин, как классно все придумано Теперь смотрите, у мужчин есть потребность Первая потребность Защищать женщину Понятно? В материальном мире В материальном мире То есть мальчик уже рождается Он уже хочет защищать девочку Знаете, девочка, мама ничего не говорила Она возит зеркало, уже губы красит Откуда вот эти движения у нее Уже есть такая потребность Прихорашиваться Она физически компенсирует Вот эту работу ума Занижать все То есть она повышает все У мужчин есть И это не обязанность Это не задача мужчины Что он должен сделать Это как дышать, он не должен дышать И она не должна дышать Он хочет дышать Просто не осознает Не важно, осознанно или неосознанно Она будет удовлетворена То есть мужчины этого хотят Мало того, еще в процессе воспитания Не потеряно Мама еще говорит, что девочек надо защищать Слабых, надо защищать девочек Но еще убеждают, что девочки слабые Слабые в материальном мире И поэтому им хочется защищать Природа свое сама продумала Мужчины сильнее в материальном мире В среднем, конечно Сейчас и женщины есть такие Второе у мужчин есть Обеспечивать женщину материально Обеспечивать женщину материально Это что значит? Это значит, что у мужчины Настолько много энергии Плюс еще доступ Потому что если он ее реализует У него очень будет много материальных вещей Они сами к нему придут И куда их девать? Ему хочется куда-то их деть И как вы думаете, куда они хотят деть Эти мужики Эти деньги? Вам отдать Просто еще не осознают это Он хочет отдавать Особенно, когда их много А куда их девать? Банку солить что ли? Он там подарки делать хочет Вообще обеспечивать материал Защищать и обеспечивать И третье Мужчины есть потребность Обучать женщину видеть Поскольку у них лучше устроена Сфера рацио Ну так в среднем Опять-таки Сейчас и женщины уже освоили Потому что это тоже вкусная вещь Поэтому мужчине легче разобраться в событиях Видеть это осознать И выразить это Сказать как оно устроено Женщина Ой, разбираться в этом даже не хочу Я не хочется Хотя некоторые Выработали в себе И могут разобраться не хуже мужчины Мужчина просто чувствует потребность Вот идея к нему пришла Ему хочется поделиться Если он не поделится Ему плохо То есть по сути как задумано Мужчина идею увидел Ему нужна энергия Куда? Идеальный вариант К самому близкому человеку Она посмотрела Вау, я в тебя верь Это вообще для тебя И попер Все, он уже получил подтверждение Но если женщина говорит Вечно ты со своим бредом Слушать не хочу А потребность-то есть И как вы думаете Где он ее удовлетворять будет? Где-то она удовлетворит Поэтому вот в этом плане Будьте осторожны С идеями своих мужчин Поддержитесь их Боже мой Такой уже три раза влетало И так дальше Это уже другое дело Не дать свернуть Но поддержать А потом не дать свернуть Помните? Водушевите Не дать свернуть Второй вагон Но не дать свернуть Чтобы дошел таки До второго вагона То, что он на 17 выйдет Это нормально Его дорога такая Пару раз туда сходит Будет слушать Но для этого надо Какие-то вложения сделать У него Походить за ним Помните? Она пошла за ним за каторгу И испортила ему всю каторгу У женщины потребности Подобные Это шутка На самом деле Он запомнит это на всю жизнь Потому что каторга Это минус А если он чувствует Что даже в тот момент Когда он в минусе Но женщина за ним следует Все Он уже не оторвется от нее Почему? Потому что на этого человека Можно рассчитывать Если она за таким балбесом Как я пошла То, наверное, я не буду Такой уж балбес Уже будет служить И так дальше То есть во внешнем мире Предназначение мужчины Служить А женщины Следовать Служить чему? Общему делу Ихнему То есть он Если он не служит Он дух Он воин То есть для этого Он заточен под сражение Под сопротивление Под устойчивость То есть это энергия действия Энергия духа Все Иду и служу И если я не служу То я плохо себя чувствую Если служебную собаку Не дрессировать Она деградирует Она сумасла Она болеть начинает Почему? Потому что у нее энергия застаивается Она предназначена служить Тогда она дуреть не начинает Тоже так же и мужчина Если его не дрессировать Она сдуреет И начнет дурью маяться Там седина в бороду У женщины другой Заботится о мужчине Только смотрите Зачастую женщины Их же тоже не учили Что есть внутренний мир Вообще такого нету Как и мужчин Заботится о мужчине Женщина иногда думает Это борщ ему сготовить Носки постирать И так дальше Заботится о мужчине Только я добавлю Во внутреннем мире Не, ничего плохого нет О том, что там Вы борщ готовили И так дальше Вопрос в другом Вопрос в том Что не эта потребность Чувствуешь, что есть Какая-то потребность Потребность Мужчины Во внутреннем мире Слабые Физически Мужчина может В полтора раза Сильнее женщины В среднем быть Может в два раза И так дальше Но во внутреннем мире Женщина намного сильнее мужчины В три раза В пять раз И так дальше Потому что у него внутренний мир Это вот устойчивость Чувственная А у женщины много чувств У мужчины мало У него эго большое Но слабенькое Почему он старается Завысить себя? Потому что не хватает А у женщины много Сбавить хочется И так прет И поэтому Предусмотрено Как Поскольку у женщины Много энергии Во внутреннем мире То чего ей хочется? Чего хочется Корове Которая недоина Чтобы кто-то Отдать хочется Да почему женщины Отдают и отдают Надо чтобы кто-то взял Потому что если никто не берет Она дурью мается Ловит кого-то Залюбливает его Заливает его И он уже текает От этой любви И так дальше Меры нет И так дальше Поэтому длинный промежуток Чреват чем? Уже настолько голодный Должен Мужчина Что он какое-то время Выдержит Больше не выдерживает Боли у него Много он не может принять Просто Больно Что это значит? Это значит что Вот почему Вот эти вот Быть болельщиком То есть дать энергию Уважение Дать энергию Если уважения нет Все Это долго Это любовь за что-то Найти что-то И сказать за что Уважение За одной борщ Борщ это просто Как это Атрибут Внутреннего уважения И вот здесь я вам Зачастую скажу Полный бардак С точки зрения Внутреннего тонкого мира То мужчин Женщины там рыцари А мужчины там женщины Потому что они там слабые Если во внешнем мире Мужчина должен защищать Потому что он плохо себя чувствует Он никому не должен Себе должен Потому что плохо себя чувствует То во внутреннем То же самое женщина должна сделать А происходит все наоборот Потому что женщина будущей чувствительности Зная его Чувствуя его Тонкие места Легко им управляет Тынь туда Тонкие места А для него Это очень болезненно Женщина что такое Я же ничего не сделала Конечно ничего С внешнего мира А во внутри Он орет Он мужчина Ему нельзя чувства проявлять Мама говорила Поэтому он не проявляет Внутри боль такая Что мама дорогая Вот если бы у тебя боль Понимаете Когда тебе окурок в глаз Сунули То очень трудно тебя понять Я не понимаю Когда мне болит глаз Смена как минимум Вытянутся А женщина что Совсем не рыцарь Вечно Опять зарплата маленькая Это что значит Это удар туда Он и так хреново себя чувствует Тем более на нем еще и ответственность Потому что мужчина Почему боятся Супружества как огня Потому что ответственность завалить А в понимании нынешнем Ответственность Это что-то тяжелое На себя завалить и нести Ответственность на самом деле Это творчество Это пришла проблема Значит пришло кушать И вот мужчины Легче с этим справляются Почему у них мозги так заточены Но мамы все-таки Поработали и перевернули Что ответственность Это должен Естественно он уже в перепуге Ему уже лишь бы меньше проблем И он боится вот этого И если он пошел И так не получилось Тут еще ответственность И тут еще эго слабое А тут еще и жена чувствительная Нашла Тык-тык-тык Туда Что он будет делать Он закрываться будет Она чувствительность Она идет Жало куда всунуть Он только душу открыл Пху туда Бах Он закрылся Больно Она на всю жизнь будет Лучше бы физически ударил Поняли идею Поэтому вся фишка какая Во-первых Женщины нуждаются в том Что в этом А делают наоборот Нападают Почему Это нормально Я не говорю Что все Просто срываются Особенно когда в стрессе И посыпалось Там же вообще не фильтруется базар То что записалось где-то когда-то Мамиными словами Теми же интонациями Просто мне плохо Только маминым языком Все, чтобы ты сдох Иди кушать Тебе нужно поправиться Заботиться о мужчине во внутреннем мире Вторая потребность Женщинами вообще не осознается Зачастую Мужчинами тоже Умом посчитал Но не высчитывается умом Это смысл То есть давать мужчине смысл Смысл его деятельности Мужчина может сделать 158 действий А смысл Вы помните В отличие от сути Это чувство Мое или не мое Вот он посмотрел Умом просчитал Определил И не чувствует Он полезное сделал Вот было такое Что 10 дел переделал И ничего не сделал Почему? Потому что с точки зрения ума Он это ничего не значит А женщина посмотрела И два слова сказала И все Ты понял Что день не зря прожил Даже если там ни одного пункта А если есть один И с минусом И приперся домой То что значит давать смысл Заходи Эверест Ты не растешь А мы растем В этот раз не взяли В следующий раз Заходи Заходи Слава Богу Что пришел И он чувствует Что не зря туда ходил Поняли Все И вот вы уже поймали Его в нижней точке Миллион баллов Ну его же мозги ненормальные Сразу нулей налепил И вам баллы посыпались А если ты натыкала ему туда Минусы пошли Потом удивляется Почему стена между мужчиной и женщиной Женщина говорит А я же тебе ничего не даю Ты же мне деньги даешь А я же ничего Почему женщины хотят работать Потому что они думают Что нельзя же не работать Я же должна работать Мама говорила Я помню когда-то с женой Разговаривал Она говорит Ненавижу посуду Мыть там И еще что-то там И так дальше Я говорю Так зачем ты ее моешь Я говорю Давай найдем кого-нибудь Заплатим Танума Ну как эту наймочку нанимать И так дальше Мы тогда в Черкасах жили Вот знаете тамбур Две квартиры Тетя Рита жила Я как-то на балконе Микулен там книжечками Делились Мне ей давали Ну такие хорошие отношения С ней были И так далее И тетя Рита сидит А у нее сын где-то в России А нас Никого тут знакомых нету Но она одинокая Но еще так В теле женщина Значит это самое Она одна сидит С сыном изредка Ей делать нечего Вот она фразу говорит Деньги у нее есть Хоть бы кто нанял Посуду помыть Но жизнь сама Как бы подсовывает Я тогда Я говорю Вика ты что С ума сошла Там человек сходит Ты сама как дура Делаешь то что тебе не нравится Человек мечтает Мыть посуду Но ты не даешь Почему Потому что ты занят Потому что мама сказала Потому что живет мама в голове И когда ты ругала Если ты сама не делаешь Что ты сидишь Ничего не робишь Подехочем Будете идите плохо И лучше есть 100 гривен заплачу Пускай она там перемоет все И она будет чувствовать Я не гривны нужны Ей нужно внимание Смысл Да Все Вот Говорит Я же ничего не делаю Я же дома Ничего не делаешь Тебя типа не нужно Да ты мне ничего не даешь Кроме одного Зачем мне тогда жить Деньги были А между не деньги важны Мне же нужно чувствовать Что я вообще Тут нужен кому-то Да Тут я сделал Ну молодец Я уже нужен Вот что мужчинам нужно Потому что них же этого не хватает Вот что чувствительность их повышает То есть Ваши своим присутствием Вы просто даете смысл Особенно если вы еще и удовлетворяете Потребности мужчины Берете у него защиту И берете у него деньги А если вы не берете То вы не даете ему смысл У него нет смысла работать Понимаете вещи То есть У нас обычно Если взяла То должна То я лучше не буду брать Чтобы должна не была Правильно? Потому что это должно уже здесь сидеть Что дисциплина Дисциплина вообще Дисциплина Предмет Исследования Математика Дисциплина По какой-нибудь дисциплине А у нас выборная дисциплина Это как самоизнасилование Дисциплина Это вообще Инстинкт познания Дисциплина Ученик Любящий познавать Поэтому дисциплинированный Ребенок Это не тот Который задрочил себя И ходит по струнке А тот Который по ящикам лазит И все переворачивает Вот это дисциплина Любознательность Дисциплина раньше была Любознательностью А потом он сказал Что все понимают Что дисциплина нужна Потому что на генном уровне Все хотят быть дисциплинированным Регулярно делать то Что нравится На нас выдручивает Регулярно делать то Что не нравится Назвали это дисциплиной Подмена понятий Бренд стырили И мы теперь дисциплинированно Делаем самоизнасилование И еще и самому скучно Мы еще и детей дрочим на это Дисциплинируем Ну все перевернулось А дисциплина это что Напиши что тебе нравится Иди делай Регулярно Иначе ты не дисциплинированный Почему? Потому что интересно Вот это дисциплина Улавливайте Все переворачиваете Это совсем другая дисциплина Я дисциплина Что такое ответственность Это творить Опа проблема пришла Что нам мешает То и поможет Перевернул О классно Вот тебе и ответственность Уметь дать ответ Ответ нести Я несу ответ Ко мне проблема принесла Что-то вкусное А я в ответ ответ И отведал Ответ Есть смысл И третье Научить мужчину Чувствовать Чувствовать Потому что она умеет А он ее не понимает Здесь понятно Если женщина не удовлетворяет Вот это Она не чувствует себя женщиной Она может быть счастливой Может Ну то есть Обеспечить себя Всем необходимым Как бы на стартовую Эту сам Но без этого Ну как-то не будет чувствовать То же самое Во внутреннем мире Зачем нам душа нужна Чтобы о духе заботиться Что когда мы пошли Что-то поделали Чтобы изнутри Что-то выплыло Я сказала Ну ты молодец Ну ты красавица Ну ты красавец Это и в души приходит Такое душевное тепло к себе Любовь к себе называется Зачем нам душа нужна Смысла без нее нет Это же главное Там смысл нашей жизни Там миссия нашей жизни А какая задача Тела нашего и ума Внутреннего мужчины Заботиться об этой душе Давайте что-то вкусное Что ей вкусное Что ей нравится Красота Что ей нравится Дело подеша Какое-то доброе дело Для кого-то сделать Тогда идет касание Такое Смотришь какое-то кино Аж вот так Или танцуешь Или песня какая-то Душа разворачивается И не хочется останавливаться Это что? Это дух заботится Иди потанцуй Поняли идею, да? Так Ну а учить мужчину чувствовать Нам же приятно Когда нас чувствуют Полуслова угадывают Угадать это почувствовать Это не определить Определить Поэтому здесь Чем занимается Внутренняя женщина Или вообще женщина? Вопросами Что, где, когда? Что, где, когда я хочу? Вот А ум, чем занимается и тело? Вопросом, как? Как это сделать? Если ум решает вопросы Как это сделать То он развивается Как творческое Предназначение ума Какое? Именно Совершать интеллектуальные действия Не интеллектуевые действия А интеллектуальные Что такое интеллектуальные? Вот путь к результату Состоит из 20 шагов 20 дней работаешь Получаешь 3000 зарплаты Может быть так Вот это цель А это план действий Но мне хочется быстрее Или больше Что я делаю? Я включаю компьютер Который должен мне что? Служить Кто должен кому служить? Ум душе или душа уму? Хозяин слуги или слуга хозяину? Конечно должен ум душе служить Поэтому я ему даю задание Найди интеллектуальные действия Он пошел кумэкал Потому что достаточно задать ему вопрос И он тут же находит ответ Почему? Он слишком мощный Особенность Он умеет включаться Водушевленно А когда он водушевал? Когда он любит душу Раз заработал И тут же приходит ответ Как эти же деньги заработать за 2 шага? И что я выигрываю? Дельта Т Понял, что такое интеллектуальное действие? Это указание более короткого пути результату И дает он что? Время Свободное Которым что? Душа может заняться? Для творчества Для искусства Для красоты Для чего угодно Если мало денег То 2 раза сделать это действие Еще раз сделать Уже будет 6000 Только не за 20 шагов А за 4 дня А дальше снова Дай ему еще интеллектуальное Чтобы за 1 шаг А дальше за пол шага А дальше за 3 шага Там пределов нету Просто тренируйте И когда ум выполняет эту задачу Он что? Он умнеет Да Это указание более короткого результата Если хоть какой-то путь есть А если нет никакого То указание любого пути к результату Ну и сотворить того, чего не было Вот это задача ума Если он его не выполняет Он его деградирует Как выглядит эта деградация? Бубнешь в голове Бубнешь в голове Б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б А так он Какие-то задачи решает Потому что он не может не бубнеть Поэтому загрузите его правильной задачей И пускай он бубнит в этом направлении Как вам быстрее получать результат Или с меньшими затратами Ресурса Или с меньшими усилиями Или с большей радостью Дайте ему задание Если вы его не дадите То кто-то вам впендюрит это задание Он же не может не работать И что он будет делать Если вы не даете Он пойдет искать приключения И найдет какой-нибудь должен Пойдет служить кому-то Вот должен Вы поняли идея? Да, ну а ты получишь Процессию В виде бесплатного подарка Потери здоровья Почему? Потому что они по предназначению Свой ум Поняли саму идею То есть вот это Внутренний взрослый Если он правильно работает И выполняет свою миссию Тогда он что? То ищет более короткое Если у тебя нету времени Это что значит? Что слуга не тем занят Например, он указывает Какой ты Хороший или плохой Или что тебе надо Или какой мне муж надо Он рассказывает Какой мне муж надо Где и когда Ум Это калькулятор вам говорит Что вам надо делать Еще можете вы или нет Он же нам рассказывает Что ты не можешь Ты тут плохой Уши у тебя не такие Живот не туда растет Ты же он рассказывает Смотрите, ваш ноутбук Включается и утром вам Рассказывает Что у вас лучше не такие Твоя задача какая? Путь к результату Дайте ему цель какую-то с утра Для чего мы это упражнение сделали? Вот дайте ему цель Пускай ищет что хорошего вокруг Он найдет Или что меня радует Что я делаю И меня радует И так дальше Тогда он выполняет предназначение И что? И дает энергию Потому что когда вы получаете Более короткий путь Душа что? Радуется Ра дает Ра дует И так дальше И у нас больше ра То есть радость И больше счастья Соответственно мы выполняем Свою миссию Узнаем что-то непозное А дальше что? Тело вперед служить По этому плану Начинаем с первого действия Хотя бы первое и последнее Увидеть последнее Как узнаешь Что цель достигнута А первое Это какое действие Я сделаю сегодня И по ходу уму Только первое действие Сделал Он уже получил энергию Радость Уже ему хочется Второй шаг сделать Потом третий Говорит Так им все расскажите Он же сразу все хочет Вы когда в Киев едете Вы фары прямо в Киев светите На машине когда едете Если вы увидите всю дорогу Вы же не поедете Там же Минтесты Там дорога Ну все Мы что? Вот увидели чуть-чуть Проехали Фары отодвинулись Увидели Правильно? Поэтому не надо все Ты начни делать Вот узнай только Куда едешь И включи фары Увидь первое действие И поехал Ой я не знаю Что дальше будет Там темно Так ты доедь туда Там разведнете Поняли идею? Вот так надо действовать А мы же пока Вот все не знаем Пока три института Не закончим Пока все не разложим По полочкам Она уже 10 раз поменялась Мы с дипломом Приходим Я знаю Потом в столб въехали Какой дурак тут столб поставил Меня написал профессор Сказал что тут столба Быть не нужно Видите вот Подпись Подпись Профессию Профессору Такая система Да Это не профессор дурак Сейчас вообще ребята Над повышением информативности Работает целая куча Просто целая система работает Особенно мне нравится Вот это вы знаете Испытательный срок Вот на вокзале Обычно собираются люди В Киеве Вот здесь Да Собираются люди Которые временную работу ищут Приходят Им испытательный срок Вот ты поработай Три месяца Мы потом тебе заплатим А через три месяца Ее выгоняют Почему Потому что еще очереда Испытательным сроком Нанимают следующих И так далее Люди возмущаются И так дальше Уже Что только творец Не вытворяет Чтобы повысить информативность человека Уже испытательный срок Подкинул кому-то идею В конце концов Начал умнеть Сколько же можно Ходить на работу На которой не платят Может включится Он делает только то Что привык То что мама сказала А что-то повысить Что-то найти Что-то еще где-то Не хочет Ну что сделать с ними На испытательный срок Пускай месяцев Пять-шесть-семь поработает Может дойде Он все равно лезет на работу Не дойде Дойде Ну что жрать-то захочется Будет где-то бегать Пойдет на Майдан Там Берг тут придет И даст мотивацию Работу найти Да Или даст прямо работу Метлу и 15 суток Будешь работать По крайней мере Жрать будет Да Ну такой путь У меня один парень После школы На следующий же день Решил уволиться А он директор крупного завода Был и так Естественно владельцы Забурлили там на него Короче закрыли в Житомире Я даже перепугался Думаю вот это Сходил на семинар Решительно принял меры Вон когда вышли Там через две недели Я Дима Ну парень мужчина Дима говорю Я что-то даже переживаю Что ты после школы Валера ты что Я такого классного Время Во-первых отдохнул за две недели Во-вторых Все у меня в камере Вышли оттуда Понимая Что это они Себя туда засунули Я им всем показал Что каждый отвечает За свой результат Вот если бы ты этого не делал Туда бы не попал В следующий раз Если хочешь туда попасть Делай то же самое И все поняли Что они сами Если то не Абоп Не этот виноват Сам виноват И я отвечаю за это Я знал куда я шел Конечно меня не отпустят Конечно меня попугавят Я просто с этой проблемой Целой кучи знакомых Нашел С авторитетом вышел Отдохнул Куча вещей Все и заодно и уволился Потому что уже тоже Никаких претензий Уже понятно Когда посадили Я же не буду церемониться Буду защищаться Ну поняли идею Со всего можно сделать Отдых хороший Кто не беспокоит Ничего не надо решать И так далее Сейчас у него своя крупная сеть По Украине Стройматериалами торгует Что где когда отвечает Душа А вот какать Задача ума Как женщины иногда говорят Иди делай так Что она делает Она выполняет Мужскую функцию Какает Мужчин задача какать Ваша штукать Декать и когда Кать В материальном мире Тогда мужчина Что может Что Вдовлетворить Свою потребность Если он задает вопрос Как И вы отвечаете То вы становитесь мужчиной И он Женщиной Потому что он уже знает Что где когда делать И думает А вы только все ему рассказали Он деградирует У него ум не развивается Поэтому не надо За него какать Только скажите Что хотите Надо уметь делать Это красиво Интересно Как это делать Я вам даю Три кнопки Как получать От мужчин То От женщин От мужчин То что вы хотите Получать от мужчин Но вы все поняли Что если у вас мужчина Знает что такое ПДД Сюрпризы Вы уже часть получили Да Но он не всегда знает Какие сюрпризы Вы хотите Теперь смотрите Что энергетически Происходит Между мужчиной И женщиной Как правило Во взаимоотношениях Смотрите Женщины Переполненные энергии И когда встречаются Женщины Эстрогенные посиделки То там что идет Боже Какое платьице Боже Какая там Ой То есть Женщины Что отдают Друг другу энергии А вторая Которая получает Какое вам платьице И все так Не хочет брать Почему Самаш переполненная Не 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 Это что Старая Да нет Ой Твой муж Какой дурак Мой там И так дальше Не 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 Лишь бы не брать Женщины Друг друга Наполняют От них Поскольку энергии Много Они друг другу И вообще Все что шевелится От них Заряжается Что не шевелится Расшевелят И зарядят А у мужчин Какая ситуация Тестостеронные Посиделки Совершенно другие Мужчины Когда собираются То там наоборот Кто-то такой Да Ты кто такой Ты кто такой Это наоборот Себя показать Остальных опустить Почему Это же воины Кто круче Кто длиннее Кто толще Мужчины Что Берут Если кто-то Увидел Что ты крутой Он как бы Ниже А теперь Выше Поняли идею Почему Так устроены Мужчины Потому что Их задача Брать Энергия духа Это что Идти и брать Творить что-то Сотворить и взять Это уже потом Он когда повзрослеет Он поймет Чтобы стало больше Вовсе не обязательно Забирать Можно что-то С чем-то соединить Синергией появится А то можно и взять Но это уже мозги должны быть Мудрость и так дальше А вначале же мудрости нет Подростки Вот будет по-моему Пошел и взял Почему Таким вот образом Самоутверждается Поняли Поэтому женщины Самоутверждаются Кто больше даст А мужчины Кто больше возьмет Вот они так Самоутверждаются А теперь представьте Что они в семье Оба И 30 лет Женщина только Дает 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 А мужчина Только берет 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 А ну-ка С трех раз Угадайте Куда уйдет Энергетический баланс К мужчине И как будет Чувствовать себя Женщина Опустошенный А мужчина А мужчине Будет хорошо И ему тоже Будет плохо На самом деле Да Ну по крайней мере Ему будет лучше Они потом Пойдут к юристу Или к психологу Да Она как начнет Рассказывать Он так будет Сидеть на нее Смотреть Я думаю Мы хорошо живем Конечно хорошо Она дает Он берет Что же ему плохо Ему хорошо Он сказал Она дала Что такое гармония Это когда В ответ На вот эту стрелочку От женщины В ответ Получается Что Вот эта стрелочка И когда они в балансе Эти две стрелочки Это гармония Но как рассуждает женщина Во-первых Что она привыкла делать Если 30 лет Она только давала Давать И что ей трудно Брать Ей хочется только отдать Ей трудно взять Ей уже хочется отдать Самое интересное Что когда мужчина Только брал 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 То чему ему хочется Что такое Внимание для женщины Это защита Обеспечивать То что она хочет Давать Ну какие-то мелкие дела Которые вам надо И так дальше И мужчина не понимает Что такое внимание На работу ходит Он за работу Не внимания приносит А что Деньги приносит Силу приносит Связи приносит Не понимает Что такое внимание Внимание это чувство А у него чувство закрыто У него глаз закрыт Ну то есть Нету того Что вы говорите И он что не дает Он понимает Четочин И то А женщина Эта сама не знает Что она хочет Хочет внимания чувств Ну какие Как это чувство Чувство же не само чувство Приходит А с чем-то? Борщ на сипал, уже чувство пошло. Что, борща хочешь? Нет, не борща, что-то еще. А что хочу, не знаю. Поняли идею, да? И поэтому задача вот эту стрелочку включить. И смотрите, здесь геловушка. Вот обычно женский ум как? О, правильно, правильно, надо научить их давать. Их не надо учить мужчин давать. Не надо их мотивировать давать. Почему? Потому что у нас есть союзник. Чего хочет душа мужчины? Давать, давать и давать. Давать то, что он знает, делится. Но он что-то не делится. Давать то, что защищает, что-то он не приносит. И давать что? Защищаете его. То есть создавать надежность. Сказал, сделал. Что-то он этого не делает. Почему же он этого не делает? Ответ просто банальнейший. Потому что женщины ненавидят патологический братьев. Как рассуждают женщины? Что если я даю ему, а в ответ не получила, то, чтобы получить, надо еще больше дать. Наверное, я мало дала. И она дает еще больше и ждет, что он даст. То есть, знаете, вот в Ангаре написано, что у женщин в голове какая-то страна такая есть, где живут мужчины, которые в ответ на то, что вы им дали, вам дают. Боже мой, почему я не живу в той стране, поют женщины, да? Потому что я не на той планете. На этой планете таких мужчин нету. Их надо сделать таких, да? Чтобы не начали чувствовать, что ты хочешь, то есть понимать тебя. А для этого на работу сделать? Какую? Душевную работу, духовную работу. Выполнить ее. А если ты ее не выполнил, то с какой стати получать это внимание? Тем более от кого? От того, у кого ее нету, где он там? Там же дома, что давать. Понимания нету. Как, никак, ничто и так дальше. Чувств нет. И в общем, надо научить. Помните, как работает этот алгоритм? Поэтому что нужно делать женщины? Получить технику, как брать. То есть получить свою силу, понимать вашу силу. То есть все, что вам надо, это просто увидеть себя в другом свете. Во-первых, перевернуть слово брать на слово принимать. Что такое принимать? Вот в христианстве есть такое понятие стяжать. Стяжать – это брать по праву. Вот вы сейчас вдохнули. Вы за это кому-то должны? А что? Вы же взяли. То есть заметьте, у нас тут есть представление, что если я вдохнул, то я имею право. И за это я никому ничего не должна. Правильно? Согласны? Так вот, брать у мужчины – это то же самое, что вдохнуть. Если вы вдыхаете воздух, то Вселенная избавляется от кислорода. Деревья нашумели, но им не нужно. Углекислый газ нужен. Поэтому забери кислород, отдай углекислый газ. А мы говорим, фу, какой углекислый газ. Это для нас фу, для них а. Поэтому нам Вселенная дает, и мы честно берем себя, абсолютно не ожидая. Нам просто хочется отдать углекислый газ. Выдохнуть же хочется. Попробуйте вдохнуть и не выдыхать. Все, издох. Вот примерно в таком состоянии находится семья лет через 7-8 совместной жизни. Женщина вся на выдохе, никак вдохнуть не может и ненавидеть вдохи. А мужчина уже надышался, да, и выдохнуть не может. И только захлебывается. Конечно, ему хреново. Ему надо выдохнуть, но дома нельзя, некуда дуть, поэтому он идет и дует где-то на сторону. Поняли? И женщина то же самое. Потому что надо же кому-то дать, а тут не берут. Почему? Потому что один раз взял. Уловили идею. А теперь как это делается? Как восстановить вот эту вторую стрелочку? Все, что надо научиться женщинам, это брать. Как идти и брать. Вам интересно, как это делать? Но я вам покажу, как не просто делать, а как делать, наслаждаясь. Еще и кайф ловить. Хотя слова, которые я буду говорить, вам может быть вначале не понравятся, но когда я вам покажу, как их делать, то, что я говорю, потому что так как мы привыкли, вот эти слова, ну как дисциплина, нам плохо. Почему? Неправильно понимаем дисциплину. Значит, первое, что вам надо научиться делать, первое, это просить. Больше одного раза. Когда у женщин спрашиваешь, да, вам тяжело попросить, легко что-то у мужчины попросить. Женщины обычно говорят нет. А некоторые говорят, что он сам не может догадаться. Не может. Ну у него нечем. А почему больше одного раза? Потому что мужчина так устроен, что когда он сидит в ящике, женщина не любит просить. Почему она не любит просить? Потому что для нее это как унижение. Она ждает, что же он не может догадаться, давай. Он 30 лет только брал. Он может догадаться, но ему тяжело. Помочь надо, вот эту тяжесть преодолеть. Пока он влюбленный, это легко сделать. Но там дальше влюбленность где-то там затугивается. Ему уже мало того, что ему плохо. Он с работы устал. Так еще и давать надо. Ему надо помочь. Как? Вот вариант. Просить. И почему больше одного раза? Потому что когда он с работы пришел, он либо здесь находится, либо в хобби находится, либо там, ну в чем-то он находится. А женщина готовилась там три дня попросить. Напыжилась. И старается как можно быстрее это сделать. Прилетает, что-то тяпнуло в него и текать от него. А потом сидит и обижается, почему он не делает. А теперь смотрите, давайте сего. Он был в программе, в ящике. Бубнил. Не, может быть он и кивнул. Он вас даже не слышал. Когда вы там что-то сказали, как у мужчины происходит. Там левое полушарие, вправо. А ты что-то слышал? Ничего не слышал. И пошел дальше. Поэтому попросить у мужчины одними раза, то есть нужно вообще не просить. Это знаете, как будто у вас телевизор, который включается тремя нажатиями. Или четырьмя нажатиями. А вы один раз нажали. А потом всем рассказывают, что у вас телевизор не включился. А еще три энтероги. Поэтому первое, что надо научиться, просить на больше, чем одного раза. Но тут есть какая особенность. Просить – это просить. А у нас часто под просьбой это замаскированные требования. Я попросил, а если не сделать, я ему морду набью. То есть это не просьба. Это ультимату. Поэтому здесь надо просить. И чтобы эта лекция была делать, не просто один раз, а просить, как первый раз. То есть вы первый раз попросили. Больше одного раза, каждый раз, как первый раз. Каждый раз, как первый раз. И сколько раз надо просить, пока не будет выполнена просьба. То есть вы просите, только в виде просьбы. То есть, ну не сделает, то не сделает. То есть без ожиданий. Милый, ты знаешь, блин, давно собиралась тебя попросить сделать то-то-то-то-то. Давно-давно. Все. Через пять минут ты приходишь, и как первый раз. Ты знаешь, давно собиралась с тобой поговорить. Ла-бла-бла-бла-бла-бла. Забыла тут же, да? Почему он же в ящике, да? Ты опять приходишь, ты блин, ты знаешь, вот сегодня никак не решусь с тобой попросить тебя вот это-вот это. Почему понес? Сработает. Вы поняли саму идею? Моя жена когда-то решила проверить на сцене. Когда она узнала эту хохму, ну выбрала себе такую цель. Ну ребенок, ему там где-то 12 или 13 лет. Мужчина в туалет, а мужчина же помнит, детали не видит. Там сосед звонит, говорит, у нас ребенок родился. Жена, кума, ребенок родился. Жена, какой? Маленький? Мальчик или девочка? Сколько вес? Сколько рост? Меньше 10 килограммов? Он деталей не запоминал. Ему бы родился, значит родился. То есть деталей он не видит. Соответственно, что такое смыть унитаз? Для мужчины это нажать кнопку. Все, это он смыл. Она заходит, говорит, полный унитаз деталей. Тут нажал, оно булькнуло, и он там сидит на компьютере и играет. Решила проверить эту методику, просить больше одного раза и как первый раз. Это такой спектакль. Я подхожу к нему. Сыночек, давно собиралась с тобой поговорить. Пойдем со мной. И в туалет его. Он тут ни в чем не бывал. Он же смыл. Без тени, вины заходит в унитаз. Говорит, смотри сыночек, вот видишь унитаз. Вот когда ты сходил туда, говорит, то что нужно делать? Берешь ерщик, нажимаешь кнопочку, чтобы водичка потекла и ерщиком во время течения воды промываешь это все дело. Если водичка кончилась, еще раз нажми, чтобы ерщик чистенький был. Ерщик на место ставишь, крышечку закрываешь, а бумагу, которую ты туда пихал, не туда пихай, а вот вот эта бутиночка. Ты все понял? Да, мама, понял. Он пошел, проходит пару дней, прихожу с работы. Вот раньше, говорит, я же сказала, все же я здесь Нила. Если бы не сделала, я бы убила уже. А сейчас-то я понимаю, ты же только один раз нажала на кнопку. Сидит и играет. Сыночек, давно собиралась с тобой поговорить. Пойдем со мной. Идем мы туда, я же за ним наблюдаю. Я смотрю, какой-то процесс у него идет. Смотри, сыночек, я хочу тебе показать, как унитаз смывать. Берешь, нажимаешь кнопочку, вот так вот мысль, потом ставишь ерщик, закрываешь это, а бумагу, которую ты сюда, вот сюда и так. Понял, мама? Да, мама, понял. Проходит еще несколько дней, опять детали, я уже так, ого, интересно, сколько хватит. Сыночек, ты знаешь, давно собиралась с тобой поговорить, хочу с тобой одну вещь показать. Пойдем со мной. Смотрю, он уже как-то идет и недовольный такой, да? А я же кайфую внутри. И как ни в чем не бывало, елозишь вот это, ставишь вот это, что там чьи, видишь, деталей нету, да? Бумажка не туда, и этот закрыл, и так понял, да, мама, понял, да? И где-то на четвертый раз приезжают детали, он уже спать улегся. Я подхожу, сажусь, беру его за руку, глажу его. Сыночек, ты знаешь, давно собиралась с тобой поговорить. Он летит в унитаз и драет этот унитаз, и наконец-то в него появляется еще один ящичек, унитаз. Все, с тех пор он унитаз выдраивает. Ес! Четыре раза, да? Скажите, что так тяжело просить? Это же интересно. Женщины, так смотрите, тут же идет спекуляция. Женщины мало того, что хотят, чтобы он сам догадался, чистить унитаз, шас. Мало того, он еще бы еще вычистил, детали все убрал. Он их не видит просто. Так мало того, они еще хотят, чтобы он хотел этого. Мало того, еще не просто хотел, а хотел по определенному поводу. Одна плакала, да? Мой муж посуду моет. Я говорю, ты что? И что? Она рыдает. Так другие мечтают. Нет, он моет посуду, потому что она рязная. Я хочу, чтобы он посуду, потому что он меня любит. Какая разница, как она моет? Там нечем любить еще. Хай моет пока что, потому что грязная. Со временем глядишь и полюбит. Не сразу все, девочки, не сразу все. Я понимаю, хочется все и сразу. По чуть-чуть, по чуть-чуть. Он не сразу запоминает. Уловили идею саму? Вот так мужчина воспитывает женщину. женщина воспитывает мужчину. И, кстати, и мужчина. Мужчина-женщина. Женщина учится терпению. Только это заметили? Это не терпение, что сидишь и синеешь. Почему он, сука, сразу не помыл? А что, кайфуешь? Спектакль. Это же 4 спектакля. Потому что, если был один, то не так интересно. Это вкусняк. И каждый раз по-разному, да? Дальше. Чисто логически. Если мы его попросили, то может произойти одно из двух. Что может произойти? Или. Или сделает, или не сделает. Все, что вам надо знать, это две кнопки. Одну кнопку, если сделает, и одну кнопку, если не сделает. Все. Три кнопки. Управление мужчиной. Там больше нет. Там все просто. Вторая кнопочка. Это на тот случай, если он сделает. Что мы делаем, если он сделает? принять. Принять. Запомните. Вы заметили, что если мужчина что-то сделал для женщины, посуду, ну, тарелку помыл, помыл, помочил, да? Он топчется рядом там. Он даже не думает, что там думает, но топчется рядом. Что он там топчется? С трех раз угадайте. Правда тяжело догадаться? Дайте ему то, что он хочет. То есть, что такое принять? признаком принятия любого урока, любого события является чувство благодарности. Только чувство, а не спасибо. Вот это вот. То есть, его надо и дать. Каким образом это выразить, чтобы он почувствовал? Помните, у мужчины есть одно из 15 систем кайфа. Нажмите на какую-то. Самая простая система это комплимент сделать. Ну, слушай, ты красавец. Жетончик, покажите ему, чтобы вы приняли жетончик. Итак, что так плохо полная? Даже если он туда посмотрел, в ту сторону, да, уже как-то примите это. О, молодец, да? Любое действие в направлении нужного вам, да, закрепляйте, тогда оно будет усиливаться. Уже поелозил, молодец, да? Если плохо, я скажу, что делать. Но сначала похвалите, дайте ему то, что он хочет. Потом три раза перемоете, это такое дело. Но на первых порах дайте. Почему? Потому что в следующий раз он будет в стрессе, он придет домой, ему плохо, и он будет понимать, где я мог энергию получить. Но если вы пару раз закрепили его вот этим, то, естественно, он перемоет посуду и будет топтаться. Не, он в виду не подаст, что ему нравится. Он, 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 принять, я все, чтобы легче, это было как у чужого. У чужого человека. Представляете, если чужой человек пришел, который гость и помил вам посуду, как бы вы этому отнеслись? О, нифига себе, да? А если бы он еще, например, 3000 гривен вам принес, просто дал? Вы знаете то, что вы ничего не должны. Вот смотрите, у женщин есть такая фишка, что женщины любят вот радоваться, когда неожиданно, когда все запланировано, это уже как бы должен. Но мужчине трудно быть неожиданным, тем более, что он шаблонный. Это ему каждый день какую-то неожиданность надо делать. Намного легче научиться радоваться неожиданным вещам, делать вот это первое упражнение, которое вы домой сегодня делали, помните? почему оно важное? Чтобы вы могли это выполнить, что если он помыл, то оцените это. И как-то проявите. Чем там? Поцелуйчиком, фразой, словом, не знаю, борщиком. Мне очень важно, что ты это скажешь. Какой-то фразой скажите, вы поняли, да? И он там запишется, закрепится. И у него появится представление о жизни. Помоешь посуду, будет классно. Он будет работать на автомате. Мужчине же автоматы. Он же придет, помоет, будет топтаться, что-то получил, доволен, пошел дальше, в какой-нибудь ящик залез. Поняли идею? Просто с этим. Одна говорит, смотрите, это глобальная вещь. Почему важно просить? Помните алгоритм мужчины? ПДД. Как ему догадаться, о каком ПДД? У него нечем? Помогите ему. Притом просить, это не обязательно лично сказать. Можно на холодильничку, эта хрень на весь. Да? Мечтаю. Я знаю, что нет. Не переживайте, видит. Если вы пару раз делаете что-то, что ему нравится, можете намекнуть уже. Ой, Боже, так мечтала, пальцы по холодильнику поводила. Вот это я просто в восторге, когда вот это сделаю. Так и уставшая, когда сама это делаю. И когда-нибудь он сделает это. А я же скажу, когда это очень быстро будет делать. Потому что есть еще третья кнопка. Помните, да? И если не сделает. То есть у вас на все случаи жизни план номер два. Вы выигрываете, если сделает, и еще больше спектакль получаете, если не сделает. Просто спектакль длиннее. По-любому это спектакль. У вас веселая жизнь начинает. Поэтому, почему важно просить. Женщины очень часто ограничивают себя размером просьбы. У нас же денег нет. Это не твоя проблема. Денег. Твоя задача что? Сказать, что ты хочешь. И у него появится смысл зарабатывать больше. Уже как, это не твоя проблема. Единственное, что если он там что-то какнет, и придет вам с какой-то идеей, то ваша задача что? Это же в вашем направлении. Примите его подарок, похвалите. Супер. Уже если вам эта идея не нравится, там я покажу отдельно, как можно работать с этим, если она вам не нравится. Но сначала похвалите. Почему? Потому что пойдет получать похвалу где-то в другом месте. И это же надо похвастаться. Поэтому лучше от вас. От близкого он сразу прилетит. И вы сразу же и искренность получите. Потому что будет делиться. Главное, чтобы не боялся. Потому что почему дети врут? Потому что мама выругала, когда правду сказала. Потом сказал правду, а ты выругала. Что это глупость там и так дальше? Или еще и обругалась. Сначала говорить, а потом через чувства вернул его на путь истины. Не дал свернуть. Но сначала похвари. Он же работал, он же идею родил. В твоем же нахер, твоя шуба. Для этого хочет. Вы поняли, здесь меру надо знать. То есть не стесняйтесь спросить. Понятно, что если отношения еще слабенькие, просьбы слабенькие. Но чем крепче отношения, тем больше просьбы. Почему? Потому что предъявляя свои потребности, женщинам мотивирует мужчину, воодушевляет на подвиги. А если ты не предъявляешь, то он идет и ищет ту, кто предъявит. Ради чего подвиг совершит? Это и так справится. Она своей женщине забыла, она борщ наварит, должна, секс удаст. Она вечером пишет, борщ в холодильнике, котлеты в морозилке, да, будешь трахать, не буди. Я устала. Такая запись в голове сидит. Он посмотрел, ради чего тут работать. Надо где-то воодушевиться. Где? Да куча. Бегает. Вот так она получает. Почему? Потому что ты ничего не хочешь. Поэтому здесь не ограничивайте своего мужчину. Верьте в него. И главное, то, что на душу пришло, поверьте, если оно вам пришло, значит он может. Только не требуйте, а что? Я буду просто в восторге. Когда ты ко мне купишь какую-то шубу. Ну, желательно до 8 марта. И все. Просто сказали и мечтайте об этом шубе. Но не требуйте, не ожидайте ее. Будете ожидать и его ограничить. У вас есть другие способы. А вот на действия с панукайты, особенно на первичные потребности, у каждого есть свои потребности, этим надо поощрять и четко. Особенно, если это хард потребности, жизненно важные для вас потребности. А у каждой женщины, которая вступает в отношения, есть некие потребности, без удовлетворения которых она точно знает, что этот брак долго не проведет. Она просто уйдет с этого брака. Ну, нет смысла. Но обычно женщины как думают, вот я вступлю, а там немножко его подрихтую и будете нормально. Это самое глупое ожидание. Потому что он тоже думает тебя подрихтовать и так дальше. Не ожидайте. Примите его такой, как есть. Станьте взрослым и поймите, что вы и без него можете справитесь со всеми этими. и все, что теперь, вы получаете подарки от него не в виде обязанностей, а в виде подарков. Зарплата – это вам подарок. Он хочет ее давать. Когда он будет ее хотеть давать? Когда вы будете уметь принимать? Хотите, чтобы зарплата была больше? Простите чего-то. Только не чтобы он больше приносил денег. Простите какого-то воодушевляющего вас вещь. Не просто купила бы надо, а купила, потому что кайфую. И тогда я женщина. Почему? Потому что я кайфую. Вот если вот это, как говорят, в каком месте тебя поцеловать? В Париже. Все, и он уже будет думать. Так он уже не справится. Это не думать. Он будет думать, у него в голове будет сидеть. Потому что он так устроен. Раз уже цель появилась, особенно если он порой лизнул, не так, как вот у папы дрессировал котенка. Тут тоже надо знать. Сделал что-то, сразу закрепи, не потом. Потому что мужчина не запомнит потом, не свяжет. А вот сделал, промил тарелку, сразу закрепила. Закрепила. Котенок написал, папа что, мордой натыкал и форточку выкнул. Второй раз натыкал форточку. Поэтому думайте, что вы закрепляете. Ну и третье. А если он не делает это? Тут начинается самое интересное. А, она просила, это из этого, мужчина из Венеры, с Марса, женщина из Венеры рассказывала, просила, говорит, мужа решила на оперу. Я могу и сама сходить, но самой же женщине неинтересно, да? И так дальше. Милый, пойдем на оперу. Для мужчины опера, мало того, что там ничего не понятно, так там еще и поют. Но это еще, это как пингвин сидеть в этом, в этом самом. Нет! Милый, на следующий день сходим на оперу. Нет! Третий день, сходим на оперу. Четвертый день, сходим на оперу. В конце концов, он не выдержал. Она и не ждала, что он радоваться будет. Почему? С какой стати? Тоже на внимание отдавать. Мужчина не радуется, это же непривычное дело делать. надо принять, прожить это. Итогенно, как первый раз, каждый раз, каждый раз, каждый раз, где-то его там лопнуло терпение, наделал этот сюртук, смотрел, 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 уже засыпал там три раза, да? Она там прыгала в этой опере, ехали домой, она такая выдохновенная, сто лет такой не видел, да? Он на нее смотрит, аж сам начал заводиться. Она такая, опера понравилась, скажу, машина большая, была и в гараже. До постели не дошли, да? Миллион баллов сразу, да? С чего на следующий день его утро началось? Телармония? Абонемент на полгода, сколько стоит, да? Вы что думаете, ему опера нужна? Ему то, что после оперы было важно, пункт номер два, да? Но самое интересное, он уже сам начал ездить в эту оперу, а через, не через полу, месяц, через три ему понравилось. Он сидел в этой опере, уже сюртук ему не мешал, он начал чувствовать. Почему? Потому что она привела его там, где чувства открываются, на оперу. Вы поняли, да? В итоге она получила это, что он хочет, что она хочет, в двойном размере. Во-первых, и оперы, и чувствующего мужчину. Соответственно, что жалко, что ли? Вы поняли, как работает вот этот механизм и так дальше. И поэтому здесь надо все правильно, все творцом придумано. А третий что? А третий, соблюдайте условия. Условия. Вот это уже вопрос женской твердости. Что это значит? Правило очень простое. Предназначение женщины быть счастливой. Почему? Если женщине плохо, то плохо всем. Потому что женщина, это внутренние потребности. Что внутренняя женщина, мужчине и женщине, что внешнее, если ей плохо, то ему тоже плохо. Особенно если он бесчувственный, тогда ему невыносимы ее слезы. Если он чувствует, то он просто чувствует, то что она ему тоже плохо. Поэтому, девочки, вам надо научиться быть счастливыми. Но если вы свои потребности, то есть свою внутреннюю женщину запихнули подальше, потом завтра, то вы не будете счастливыми. А несчастные нахер никому не нужны. Мужчина просто уйдет. Ему скучно будет с несчастливой женщиной. Что он не делает, она несчастлива. А как сделать так, чтобы вы были счастливыми к себе сделать как? Это знать, при каких условиях ты счастливый. Условия очень простые. Свои потребности. Те душевные потребности, которые для вас важны. И поэтому, если вы попросили, и то, что вы попросили, является вашей хард-потребностью, то вы себе свое дело делаете. Если он вам дал, вы его поощрили. А если его не дал, у вас есть часы, немножко подождите. Просите там что-нибудь, то, что дают, а это пока подождите. Это же важное потребность. В среднем 72 часа. Вы помните, в среднем раз в 72 часа мужчина очень внимательный к женщине. И когда вы слышите своих три любимых слова, ну что, давай, скажите запросто, только сначала опера, потом давай. Почему? Потому что я тогда счастливый, а несчастный я не хочу. Это может быть все, что угодно. Вы поняли, что такое соблюдать условия? Это значит, не дать мужчине свернуть. А не так, ну ладно, я ради него все отдамся. Так вы и сделали бездельника. Вы только что его дух выпустили. А мало того, вы только что себя обесценили. Это называется внутренняя территория. У каждого человека внутренняя женщина имеет право на внутреннюю территорию. Что такое внутренняя территория? Это мои истинные желания. Это та территория, на которую ты никого имеешь право не пускать, а близких только на некоторые. То есть мы не обязаны друг друга открываться полностью. Особенно вот уже, когда старше, особенно женщины, они чувствуют, что необходимо иногда быть одной. От детей, от чего мне бы отдохнуть. Это что, туда погрузиться и там набраться мудрости. Потому что мудрость это женская ипостась. Отошла, пришла в себя и дальше у нее снова силы много и так далее. У мужчины то же самое. Почему он в этот ящик едет? Так выглядит его, внутренняя женщина. Там он отходняк получает. И поэтому, если вы не соблюдаете эти условия, то вы по сути даете топтаться по вашей внутренней женщине. Мне плевать на это. Мало того, вы сами вот здесь еще потопчите. Я на себя против. Как с этим не топтаться? Не обижаться, если не дал. Зачем? Это бесполезно. Это кормить что-то. Что надо ждать? Подождать свое. Нема служить, нема исследовать. Поняли вещь? Вот это и есть. Нас учили, что если безусловная любовь, то и отношения безусловий. А тут с точностью да наоборот. Если слабенькие отношения, просто условия слабенькие. Не надо просить многое. Но если вы просите то, что вам надо, можно даже какое-то время чуть-чуть отложить. Но не только на какое-то время. Не его вы переделаете, а себя. Вы можете сказать, что мне очень важно иметь от тебя вот это, вот это. Только для мужчин еще надо добавить. Зачем она тебе? Потому что я тогда чувствую себя мне тогда легко. И когда этого нету, я себя просто не чувствую женщиной. А, понял. Что ты сразу не сказал? Поняли, да? Сказать об этом. Но если вы об этом молчите, то ответственность несут оба. То он зашел, он меня, я для него все. А я ему, он бы мне там топтался. Конечно, ты же разрешила. Поняли идею, да? Поэтому соблюдать условия. Как в банке. Вам в понедельник звонит, говорит, мы вашу просьбу рассмотрели, и вы даем кредит. Скажите, вам сразу кредит дают. А что говорят? Сначала приедете, и вот эту бумажку подписите, называется кредитный договор. И вот эту бумажку, которая называется залоговый договор. И только после этого вы получаете кредит. Но когда вам сказали, что надо условия сублюзий, вам что, отказали? Нет. Поэтому если вы этого не делаете, вы разрываете вот этот алгоритм. И тогда мужчина перестает быть мужчиной. Когда он перестает выходить из зоны комфорта, разучивается, делая, а потом он ходит на одну и ту же работу, он уже забыл, что это такое. Ловили идею. А секса хочет. Почему? Один раз, 72 часа. Ставьте условия. Задание запишите себе. И будет два. В конце тетрадочки. Первое задание. Список, что мне нравится, скобка, делать по душе. То есть нравится в смысле душе нравится. Вы заметьте, у нас есть вещи, которые нам нравится делать, потому что если ты это делаешь, что люди это признают, а если нравится, просто потому что мне лечит, мне плевать, что там те люди, я готова это делать и без этого. То есть я сейчас говорю о том нравится, которое для души. Вот если вам что-то нравится, если вы это делаете, потому что вы хотите это делать, или потому что это модно, или потому что это Вася делает, или потому что меня жаба давит. Ну, поняли идею, да? То есть здесь на жаба давство не ловитесь. Ловитесь не на эйфорию, а на воодушевление. Вот это для души. Притом это может быть такая глупость. Например, покупать обувь. Красивые обувь в итальянском. Вот 10 раз бы покупала. Так и напишите. Поняли, да? Ну, у каждого есть своя какая-то фишка. Кто-то сумочки, кто-то хобби есть, кто-то на музыку просто играть. Вот от чего вот так вот садишься, и просто душа поет. Просто вот так бы делала б, и делала б, и делала б. Или делала бы, делала бы, делала бы. Это физически, это что физически делать? Это может быть слушать музыку. Может быть такое. Это может быть поехать на природу. Это может быть на рыбалку. Только смотрите, рыбалка это снятие усталости. Или рыбалка это еще и наполнение, потому что я не только снимаю усталость, я еще и кайф ловлю. То есть найдите вот такие вещи. Это может быть встречаться с кем-то. Это может быть разговаривать о чем-то по душах. Я когда-то поймал, мне нравится искренне отвечать. Ну, обычно, знаете, бизнес не предполагает искренности. И поэтому, когда мы разговариваем, и ты мне начинаешь задавать вопросы, я еще, так знаешь, пощупал, надо мне отвечать или не надо. Не хочу. Но есть люди, с которыми просто открыто разговариваешь. Не бойся сказать то, что там внутри. Соответственно, не бойся сказать, что он не... Ну, то есть на совсем другом режиме. Мне это нравится. Я вот в какой-то момент поймал, что мне не нравится врать. То я либо буду молчать, либо скажу правду. Здесь такая игра, это я поймал на красном стуле. Красный. Здесь такая игра. Сажатся на стул, и тебе вопросы задают. И если чувствуешь, что ты брал, с ней ходишь, следующий садится, да? Это, оказывается, говорить правду, это такой кайф, но это такой ужас. И вот на этом грани кайфа и ужаса, да, тебя начинают... Это вот, знаете, как вот детектор передачи. Вот на этом построена вот эта передача, да? Только там построена она вот детектора, вот отлавливает. А здесь просто люди, сразу видно, где люди врут. Боже, ну, как мы видим, когда мы врем друг с другом? Сам не видишь, когда врешь, а остальные видят. Но когда кто-то врет, сразу чувствуешь. Особенно, когда вот в режиме красный стул, мы вот в этом состоянии, все чувствуешь, что человек врет или не врет. И можно вопросами к любому добраться и там правду разобрать так, что мама дорогая. Ужас будет, когда мы будем друг друга чувствовать. Ну, ничего, придется этот ужас пережить. Поняли идеи? Поэтому напишите себе список, что мне нравится. Делать, иметь, узнавать, получать, давать. Просто нравится. Подарки, например, там делать. Только действительно вам нравится. Кто-то написал, что мне уборку нравится делать. Он кайф ловит от уборки. И такое есть. То есть тут, не смотрите, как это оно принято, что правильно, что неправильно. Вот именно от чего лично я кайфую. Поняли идеи? Как только вы составите этот, это может быть небольшое, да, такие вещи, которые вот сегодня, то есть первую часть это сделали. И вторую. что из этого списка смогу удовлетворить немедленно. вот мы есть такие вещи, которые прямо сегодня вечером можешь сделать или завтра утром. Да? А в скобочках через супруга, супругу. И вы поймаете разницу, когда сама это сделала и когда он это сделает. Вот поймайте на чувствах, что вам больше нравится. Конечно, это лучше в парах выполнять, когда мужчина и женщина это методач. То есть эта часть, понятно, это касается чисто лично вас. Иметь, получать, ну, что вы от него хотите, чтобы забивал, там, это может быть чисто бытовые вещи, это может быть там, только не пишите, что я хочу от него, чтобы он это делал для семьи, а для меня лично. Вот что я хочу, да? Что вы лично хотите от него? Не деньги вам нужны, а вам что нужно? Зачем вам деньги? Чтобы что-то купить, да? И там заметить, то, что купить является частью надо, это кушать, но из кушать есть то, что люблю. Понимаете, да? Потому что есть надо, ну, и ем борщ, да? Потому что другого ничего нету. А есть, а просто обожаю. Вот сходить туда, в ресторанчик и посидеть. То же от души. Поняли, да? То есть, отделяйте эту разницу. Следующая часть домашнего задания, да? Выделить хард потребности. из вот этого списка, чего вы хотите, выделить то, без чего нету смысла в супружестве. Ну, вот представьте себе, что вы никогда в жизни этого не получите. если вам станет хреново, то это оно. А если так можно прожить, то это софт потребность. Ну, можно так. Конечно, было бы ярче, если бы оно было. Но если нет, то есть, то хрен с ним. Поняли, да? То есть, хард потребности, именно определитель. И вы знаете, здесь вот интересная такая вещь бывала. У меня одна девочка рыдала, да? Она просто разрыдалась. Она написала, что это 28 потребностей. И я задал вопрос, какие зависят от него, а какие от него не зависят. И она из 28, только 2 зависело от нее. А 26 зависело, ну, то есть, от него. 26 зависели от нее. Я хочу, чтобы я не боялась. Я хочу, чтобы там, ну, короче, она написала свои состояния, да? Которые от него не зависят. Если она решит бояться, то она будет бояться даже. Ну, вы поняли идею. И потом она рядала, оказывается, мы 7 лет прожили, И я с него требовала вот эти 26, И он меня еще и не бросил. Боже, Сашенька, я там чуть ли не на руках его носила, да? И так дальше. А парень действительно ее любит, это мы в Индии были, Она говорит, а чего она плачет? Она подошла ко мне, ну, вот, рассказала мне, почему она рыдает, да? То есть, до нее дошло, что она 7 лет требовала от нее то, чего он, мудакей, не мог, потому что у него нет. И он что-то там давал, что он мог, почему бы любил, да? Ну, и как-то там терпел. И так далее. Уловили идеи, поэтому проверьте, это от него вообще зависит или от тебя. Ну, что если ты не захочешь, ну, если это состояние, и ты не захочешь его получить, то, что бы он ни делал, нет и все. например, доверие. Если ты решила, что он не доверять ему, то, что бы он ни делал, да? Ты скажи конкретно, что бы он делать, ну, для тебя, что это вызывало у тебя доверие, понимаете, да? Ну, укрепляло доверие. Ну, например, регулярно то делали, то-то-то, ну, какие-то вещи, да? То есть, поймайте. Хардисофт. Уловили идею. И следующее, отметить, какие удовлетворяются. То есть, когда вы напишите это, и посмотрите, какие из них, супруг вам удовлетворяет, а какие нет. И посмотрите, что там с хард потребностями происходит. Потому что если хард потребности, то есть, глубинные потребности, не удовлетворяются, то вы себя размазываете, обесцениваете. Поняли идеи? Некоторые смотрят, трюк, мне все удовлетворяются, все есть, я довольный. Что я от него хочу, то, поняли идеи. Значит, что-то там не дописала. Что-то же хочешь, раз недовольна. Вытащить надо эту потребность. Обычно стесняемся сказать. Даже себе. Ждем, чтобы он догадался. А он не догадывается, мы злимся на него. Вот если бы он сам, я бы фу. Ну так, чтобы сказать, не-не-не, мама говорила, что такого нельзя. Поняли идею, да? Почему я говорю, искренность открывает глубину, вот это, между мужчинами, проникновение друг в друга. Вот эту искренность. Настоящая, истинная потребность. А теперь следующее. Написать его или ее потребности супруга, на ваш взгляд, чего он хочет от меня. выделить его хард потребности, на ваш взгляд. Вот как вы думаете, что для него самое важное из того, что это самое. Исходя из ваших представлений, что он хочет. И следующее. Отметить, какие, на ваш взгляд, вы удовлетворяете. Это что мужчины делают, что женщины делают. Только мужчины для супруги. Как они думают, что ей надо. И следующее. Сравнить. А там будет интересная беседа. Вы будете очень удивлены. Потому что зачастую оказывается, что мужчина делает то, что женщина вообще даже не софтом является. А он пашет, бедняга, баллы зарабатывает. А женщина дает ему то, о чем он даже никогда и не думал, что она ему надо. Но он с него по полной программе требует. Я же тебе всю жизнь отдала. Уловили идеи. И когда вы сопоставляете, а потом, значит, такая фраза звучит, а что-то раньше не сказал. Поняли, да, идеи? Ну, давайте я вам скажу, что такое предъявить потребности. Предъявить потребности – это не потребовать. Я прошу там один алгоритмик, как правильно говорить о своих потребностях, особенно о hard. Поняли, да? Предъявить потребности – это не делай вот это и вот это. Да, что мужчина, что женщина. Предъявление потребности состоит из двух пунктов. Притом для мужчин можно только один делать, а женщин надо два, потому что мужчинам надо еще объяснить. Бестолковые. То есть берете свою потребность, и фраза звучит. «Мне или важно, или очень важно, важно, или очень важно, чтобы…» И дальше идет потребность. «Мне вот это очень важно». Или для меня очень важно. Заметьте, вы ему не сказали, что надо делать. Вы на что обратили внимание? На свои чувства. Первая часть понятная? Теперь второе. Не важно, чтобы тот… Ну и поскольку мужчинам может не понять, а зачем тебе это надо, да? Поэтому мужчинам, чтобы дошло, да? Можете еще… Хотя мужчины тоже этим… Но женщины обычно как только поняли, что мужчинам важно, а остальное они сразу соображают. Потому что у них есть чем. Почему это важно? Например, «Меня это делает счастливым». Ну, например, там, счастливый. Или отдохнувший. Или чем-то тебя делают, да? Поняли идею, да? Мужчина, «А, понял, мне очень важно, чтобы ты делал вот это, вот это». Или там, забирал ребенка. Это может быть простая потребность. Или чтобы… Мне очень важно, вместе с тобой сидеться, встречаться, общаться. Зачем? Потому что я тогда чувствую доверие или надежность твою. За тобой, как за каменной стеной. О-о-о! Ну, понятно, пошли на пиво, да? Поняли идею, да? И третья часть, да? Ну, по сути, вот это предъявленное потребность. Здесь нужно такую вещь. Вы же помните, что даже вот это предъявление, это чем является? Просьба. Дайте ему свободу выбора. Да? То есть, это не так, что мне вот это очень важно и так дальше, да? Но если ты этого не дашь, то я тебе голову откручу. Ну, или там, скандал устрою и так дальше. Сейчас я сформулирую фразу. Знаете, я боюсь ее даже озвучить, то есть, чтобы она у вас не выглядела, как в разговоре, не выглядела, как ультиматум, да? В принципе, принимать тебе решение. Делать мне это или не давать, но мне это очень важно. Мне это делать счастливо. Поняли, да? И все. И здесь троеточий. То есть, не ультиматум, ничего и так далее. То есть, по сути, это называется дайте ему свободу выбора и время. Да? Улавливайте. И если это для вас хард-потребность, то ваша задача это проговорить, что выбирать или не выбирать. Но я без этого просто не, ну, не вижу смысла жить вместе. Если вы видите, что она не удовлетворяется, То подумайте, ну, зачем друг друга несчастным делать, да? Потому что он придется делать то, что ему не нравится, а вам то, что... Не получайте то, что вас счастливым делать. То есть, это уже... Лучше сразу это сказать. Вот это брачный контракт, а не тот, который подписывает, сколько там тряпок, куда кому идет. То есть, чтобы заранее... Потому что если мужчина заранее не знает, он просто... Он всегда больше... Мы будем всегда заходить друг на друг на друга территорию. Поэтому здесь нужно... Мне очень важно, чтобы у меня было время отдохнуть. Ну, просто час в неделю, да, чтобы меня никто не трогал. Почему? Я тогда чувствую себя отдохнувшим. Вот такая вот вещь. Если этого нету, я просто зверею. И заметьте, потребности не сразу проявляются. Да? Поэтому потребности регулярно пересматриваются. Проходит какое-то время, ты попробовала, чувствуешь, что вот это уже важно. Думала, что нет. Бывает такое? Что думала, что нет, как бы из глаза закрыла. Поэтому сразу обо всем не договоришься. Поэтому отношения выстраиваются. Попробовали, чувствую, что не могу, да. Но нет, это еще могу. А без этого вообще могу прожить. Да? Это для меня не ущемляет. Это больше модно, потому что подруги делают, а мне это не тяготит. Это касается домашней работы и так дальше. Вот таких вот в мелочах. То есть вы поняли, да? Предъявление потребностей это не ультиматум, это просто что? Это рассказ о своих чувствах. Предъявление своих чувств. Важность определяется чувствами, а смысл тоже определяется в этой. И всегда даете свободу выбора. По сути, если у вас есть хард-условие, без которого у вас нет смысла, и вы его обнаружили в процессе жизни, что вы без этого не можете, когда он вмешивается там, топчется по чем-то, да? И вы можете сказать, ну, даже по ходу-то сказать супружеской жизни просто показать, что для меня, если будешь тела каждый день водить домой, то для меня это очень важно, чтобы их тут не было. Или чтобы их вообще у тебя не было. Почему? Потому что я тогда не чувствую, что у нас супружеского все. Ну, то есть у каждого там свои пределы, представления. Ну, это непредставление. Чупайте непредставление. Меняйте представление под душу, а не душу под представление. Называется не предавать душу. Мы можем как-то себя убедить, что это нормально, но если душа орет, что мне больно и так дальше, то не надо, вы прислушайтесь к ней и поменяйтесь. Ты знаешь, я хочу с тобой поговорить на эту тему. Ну, так мы же тогда договорились. Тогда было так, сейчас по-новому. Я хочу сказать, переговорить на эту тему. Уловили идею самую? Ну, что, тогда домашнее задание. Составьте список, о чем попросите. Опять-таки, просьба может быть не только в виде предъявления этих самых, может быть не только в виде личной просьбы. Это может быть, может, кто-то блог ведет на сайте, говорит о своих мечтах, в закрытой группе, там и муж читает. Почитал, глядишь там, ему захочется что-то сделать. Но я вам что хочу, что практика показывает? Если вы будете делать 2 и 3, мягко, сначала мягеньких, потом жестче-жёстче, то есть в итоге идеальная любовь, это жесточайшее условие. Почему? Потому что уже привычка есть, и уже понимаешь, что если вот это нарушил, то никаких этих самых, здесь компромиссы, здесь должно быть только выиграл-воиграл. То есть и женщина должна выигрывать, и мужчина должна выигрывать. Я это показал как алгоритм для женщин, но это не значит, что мужчины не могут этим пользоваться. Точно так же. Потому что у мужчин есть внутренняя женщина, она тоже имеет потребности. А у женщин есть внутренний мужчина. Внутренний мужчина это мать или хозяйка в доме. Поэтому если мужчине что-то не хватает в доме, он точно так же, ну не обязательно в доме. Это может быть чего угодно. Но обычно женщина чувствует себя женщиной, когда она порядок в доме наводит. Почему? Потому что мужская энергия в женщине нуждается в создании очага любви. Поэтому если вы делаете, планируете, где там мебель стоит, когда вы там что-то порядок наводите, расставляете что-то, вот этой мужской работой увеличивается ваша женственность. То есть мужское уходит в порядок в доме, уходит там в расстановку. Но это не касается, если шкаф надо передвинуть. Это уже силовые действия. Если женщина начнет сама кран, то я за него, то он отдохнет, то он то-то, то-то, то она превращается уже не в мать, а в мужчину. А мужчина, естественно, в женщину. Поэтому что встретить? Комплимент, что пришел, слава Богу. Представляете, какой подвиг он совершил. Уже примите с благодарностью, с радостью, другими такое не приходит. И дальше что? Как только он получил первую дозу, и должно быть не так, одна радость или одна печаль, а доза обрадовала, опа, краник починить. Он с удовольствием пойдет, почему? Потому что есть энтузиазм. Починил, ну молодец, красавец. То есть не больше двух претензий за раз. Поняли, да? Потому что все равно не запомнит. А после энтузиазма, когда он получил, можно уже что-то. Смотрите, чтобы не переборщили. Иногда, как только вы видите, что он устал, уже сейчас взорвется, да, что? Конечно, полежи, да? У-у-у, слава богу, она меня понимает. Плюх и так дальше. Выловили такие мелочи, вот с них и создаются вот эти.